Из зала. Нет, не нужно. Будет задавать правильные вопросы. Коллеги, к сожалению, меня огорчили тем, что экраны не дублируются. У меня основная часть будет как раз демонстрация, решение. Поэтому мне придется тоже к вам как-то боком спиной сидеть. И ломать шею. Да, собственно, мы, наверное, можем начинать. Хорошо. Собственно, до меня в этом зале уже рассказали про то, что такое гиперконвергенция. Уже много было слов. Поэтому на этом останавливаться не будем. Меня зовут второй Виктор. Я являюсь представителем компании IBS, в частности, департамента, который занимается собственными продуктами. И я очень коротенечко, там, общим планом, так сказать, расскажу о нас. Собственными продуктами мы занимаемся с 2014 года. Вот флагманский наш продукт — это Scala Air, гиперконвергентная платформа виртуализации. Вот. Ну, это так. Для информации, если интересно, подходите на наш стенд. Мы более подробно расскажем про свою историю. Что касается нашей продуктовой линейки, как я уже сказал, флагманский продукт — это Scala Air. Кроме этого, у нас есть специализированные решения, в частности, машины баз данных, например, на которые мы выносим нагрузку. Ну, если у вас крайне высоконагруженная СУБД, то виртуализации это, как ни крути, будет работать так себе. Это нужно выносить на железо. Поэтому были созданы специализированные решения. Кроме этого, мы занимаемся разработкой софтверных решений своих. Это Scala Air в РМ. Это наше VDI-решение собственное. Оно написано с нуля, полностью нашими программистами. То есть мы не брали за основу какой-то там open source и дорабатывали его логику. Мы писали все сами. Scala Air управления — это система управления виртуализацией в нашем комплексе программно-аппаратном. Что касается Scala Air платформы, мы в целом продаем и производим паки, то есть готовые и конечные решения, но в том числе можем продать только софт. Scala Air платформа включает в себя весь софт без железа. Если вот коротко про архитектуру нашего решения, очень верхнеуровневого, то у нас есть, собственно, платформа виртуализации, пак Scala Air. У нас есть система управления этой платформой виртуализации, аналог V-центра, наш продукт Scala Air управления. И есть, собственно, VDI. Scala Air — виртуальное рабочее место, сокращенно VRM, аналог, например, VMware Horizon View. И, соответственно, со стороны пользователей на их устройство устанавливается наш VDI клиент, и мы используем определенные протоколы для доставки рабочего стола. Больше я пока не буду погружаться глубже в технику. Дальше, если будут вопросы, поговорим об этом подробнее. Вот, на этом, собственно, все, и мы с вами перейдем сразу к демонстрации. Так, секунду, нашел. Давайте, ну, к сожалению, у нас ограниченное время, да, про лицензирование вопрос хороший. Если останется в конце, я расскажу подробнее. Ну, скажем так, гипервизор лицензируется по сокетам, хранилище лицензируется по терабайтам, ну, это вот основа. Но есть нюансы, так как, ну, то есть я, наверное, упустил. Наш целевой рынок — это заказчики, для которых актуально импортозамещение. Ну, соответственно, там сразу возникают вопросы, там, аттестации контура, да, там, защиты данных, вот, ну, то есть и это то, на что мы делаем упор, да, то есть мы это разрабатываем с учетом этого. Вы задаете вопросы, которые, ну, то есть они правильны, давайте вот поддержку в офлайн обсудим, а сейчас я вам что-нибудь покажу, потому что, да, много говорить, но в итоге не показать, что это работает и как это работает, это не очень хорошо. Один из наших стендов, удаленный доступ, вот, авторизуемся и попадаем, ужасное изображение, попадаем, собственно, в интерфейс управления нашей платформой виртуализации. Построено меню по иерархическому принципу, вот, вы здесь много пунктов увидите, которые похожи там по смысловой нагрузке на там решение, скажем так, других вендоров, вот, но мы не будем терять время, а начнем сразу с создания виртуальной машины пустой, да, в которую необходимо проинсталлировать операционную систему. Можно это сделать прямо из любого экранчика, вот, нажимаем, соответственно, создать виртуальную машину, задаем ей имя, допустим, MerlionTest. Господи, что там пишется? Ну, что-то у меня написалось. Соответственно, хост, пусть система определяет автоматически высокую доступность, оставим включенное, остальное все оставим по умолчанию, идем к следующему шагу. Тут, собственно, мы можем выбрать гостевую операционную систему. Я буду, покажу на примере Linux Ubuntu. Linux. Вот она, нашел. И переходим к настройкам оборудования. Зададим, например, 2VCPU. Здесь есть настройки приоритизации выполнения операций, процессорных операций. Можно включать онлайн изменения, но операционная система должна уметь понимать, когда ей добавляют виртуальных ядер. Например, выключим. CPU дополнительно, тонкие настройки, оставим по умолчанию. Памяти оставим 4 гигабайта. Автоматическую гарантию, онлайн изменения, ну, например, выключим. Загрузку оставим как есть. Диск, ну, пусть, я думаю, 50 гигабайт там точно должно хватить под Ubuntu с головой. Идем дальше. CD, DVD, привод. Нам ведь операционную систему нужно откуда-то взять. У нас есть виртуальный привод, есть библиотека образов. Мы можем выбрать, примонтировать к этой виртуальной машине сразу после создания ISO образ диска. Вот, например, Ubuntu 16.04 Desktop. Сетевые настройки, ну, тут какие-то уже заданы, по умолчанию оставляем как есть и нажимаем кнопочку создать. Внизу видите taskbar. Это запущенный пользователем на текущий момент задачи и их статус. И вот вышло уведомление, что выполнилась операция. Можем включить эту виртуальную машину. Получила статус запускается. Да, и работает. Собственно, можем подключиться к ней по VNC прямо в окне браузера. Ну и, собственно, видим, что виртуальная машина у нас загрузилась с примонтированного ISO образа и дальше мы просто можем стандартно проводить инсталляцию операционной системы. То есть вам не обязательно иметь подготовленные шаблоны с какими-то конкретными операционными системами. Вы можете создать ее с нуля, виртуальную машину и, собственно, проинсталлировать операционную систему. Не будем этим заниматься. Это уже к самой виртуализации имеет отношение такое опосредовательное. Давайте эту виртуальную машину выключим. Да, у нас система спрашивает, а уверены ли вы. Что дальше можно с ней сделать? Ее можно клонировать, то есть создать второй экземпляр такой виртуальной машины. Диск будет скопирован в новую виртуальную машину. Ее можно клонировать в шаблон. То есть мы проинсталлировали операционную систему, произвели необходимые настройки и склонировали ее в шаблон. Назовем также Merleon test. Создание шаблона. Операция выполняется. Перейдем в раздел шаблоны и образы. Вот, собственно, список наших шаблонов. Текущий статус нашего шаблона. Создание. Если мы откроем настройки хранилища, мы практически ничего не увидим из изображения. Ну, в общем, здесь настраивается как раз сетевая шара, где будут храниться шаблоны и ISO образы. ИСО образы – это вот эта вкладочка. Здесь список всех ISO образов. И вот этот параметр доступности, он говорит о том, будем ли мы видеть этот образ в настройках виртуальной среды для примонтирования к CD-приводу. Или не будем. Ну, так сказать, для удобства. У вас там очень много всего может быть. Чтобы уменьшить вывод списка, вы можете это как-то фильтровать. Соответственно, есть у нас шаблон. Что нам теперь можно из этого шаблона делать? Мы можем из него, соответственно, делать виртуальные машины. То есть мы нажимаем на сам шаблон и видим его свойства, его настройки, оборудование, его историю. Здесь отображаются виртуальные машины, которые были созданы из него. То есть то, как этот шаблон был в итоге получен. Сначала была виртуалка, потом был шаблон, потом опять виртуалка, опять шаблон и вот вся цепочка. И это все гиперссылки. То есть мы можем перейти на эти виртуальные машины и посмотреть их статус. Если эта машина уже удалена, мы увидим, что она удалена. Вот список, собственно, виртуальных сред, которые на текущий момент в системе есть и развернуты именно из этого шаблона. Ну и, соответственно, можем нажать создать WS. У нас автоматически подставилось имя новой виртуальной машины, но система ругается, что она слишком длинная. Не знаю, как-нибудь обзовем. И все настройки этого шаблона, они применились. Мы попали снова в мастер создания виртуальной среды, но при этом мы можем их обозначить заново. То есть если нам нужно больше CPU памяти и так далее, в новой виртуальной машине из этого шаблона, мы эти все настройки можем произвести и дальше нажать кнопочку создать, и, собственно, будет создаваться новая виртуальная машина из этого шаблона. В общем, все стандартно, все работает. Далее. Как, собственно, можно делегировать права для управления средой виртуализации. Есть два типа объекта. Логические папки и пулы ресурсов. Те, кто использовали ВИЦентр, примерно аналогия та же самая. Соответственно, в логическую папку мы можем поместить список виртуальных машин и выдать права пользователю на управление на уровне этой логической папки. И он, соответственно, сможет ими управлять. Если у него есть права на редактирование настроек, он сможет добавлять им ресурсов. И вот сколько он захочет, столько и добавит. Непорядок. Нам нужно его ограничить. Для этого есть, соответственно, пул ресурсов. Давайте создадим новый пул. Пул. Назовем его тоже Мир Леон. Ну, так сказать, по традиции. Выберем кластер, ресурсы которого будут использоваться. Зададим емкость дискового хранилища. Например, там 300 терабайт, гигабайт, простите. Там 20 гигабайт памяти и 10 ВСПУ. Вот. В списке появился, собственно, новый пул ресурсов. Этот пул ресурсов ограничен по ресурсам. И давайте создадим нового пользователя, выдадим ему права на этот пул ресурсов, посмотрим, что из этого получится. Управление пользователями находится в разделе управления и мониторинг. Есть локальная база. Если у вас есть Active Directory или OpenLadApp, вы уже импортозамещаетесь. Вы, соответственно, можете настроить синхронизацию, использовать пользователей доменных. Создадим нового пользователя. Дадим ему имя, а также Мир Леон. Так, пароль. Есть генератор пароля. Он, собственно, пароль генерирует в соответствии с настроенными политиками. Но я не хочу запоминать сложный пароль, поэтому сделаю вот такой. Пользователь у нас новый создан. Он активный, да, то есть он может авторизовываться. Но пока он не сможет авторизоваться, пока мы ему прав не дали. Он получит ошибку при попытке входа. Давайте сделаем из него, так как мы сегодня еще и поговорим про VDI, мы сделаем из него администратора VDI-пула. Для этого переходим в правила доступа. И если мы выдаем права в разделе управления и мониторинг, то мы выдаем права на уровне корня системы, то есть на самом высоком уровне. Если на уровне конкретного объекта, то, соответственно, права выдаются на уровне объекта и дальше наследуются ниже по иерархии. Назначим нашему пользователю роль. Локальная база. Найдем. Вот он, Мерлион. В системе есть преднастроенные роли. Мы немножко их совсем посмотрим. Вот. Администратор пула рабочих столов в РВМ. Назначить. И выдадим ему права на управление пулом ресурсов. Даже не на управление, а на использование ресурсов этого пула. То есть менять он ресурсы там не сможет. Также идем в локальную базу. Находим нашего пользователя. И находим пользователь пула ресурсов. Вот. Назначить. Вот. И, собственно, вы видите, что здесь есть два правила доступа. Один на уровне корня с наследованием, другой на уровне конкретного пула ресурсов с ссылкой на этот пул. Вот. Собственно, теперь мы можем залогиниться новым пользователем. Я в режиме инкогнито это сделаю. И ожидаемо мы ничего не знаем про инфраструктуру, про то, какие у нас там хосты, кластера, какое там у нас логическое представление. Ничего не знаем. Мы видим только наш пул ресурсов. При этом он пустой. Ну, давайте мы, так как этот пользователь прав на другие виртуальные машины не имеет, мы, собственно, главным администратором добавим виртуальную машину сюда. Я предварительно создал несколько тестовых машин. Вот, например, Windows 7. Добавим в пул. И теперь перейдем в режим инкогнито. Перейдем в виртуальную среду. И вот, собственно, наша машина. Мы можем редактировать ее настройки, смотреть, что с ней происходит, управлять ей, подключаться по VNC, администрировать. Ну, то есть все хорошо. Далее. Что также еще можно делать с этой виртуальной машиной? В системе есть снапшоты и резервные копии. У данной машины резервных копий нет, но предварительно я подготовил несколько снапшотов. Вы видите, что снапшоты также отображены в уровне, в стиле иерархическом. Мы сейчас находимся под первым снапшотом, при этом их сделано уже два. Соответственно, когда мы открываем этот снапшот, мы видим дату создания, описание, которое оставил нам администратор. Можем восстановить эту виртуальную машину в снапшот. Команда отправлена. И, собственно, когда она выполнится, наша VM появится вот здесь. Так, предлагаю вернуться к этому чуть-чуть позже, не тратить время. Я вам расскажу пока про планировщик заданий. Да, как еще можно облегчить жизнь администратору. Можно запланировать задания. В частности, на текущий момент доступны следующие типы операций. Это управление питанием виртуальных машин и резервное копирование, встроенное в платформу виртуализации. Можно выбрать полный или инкрементальный тип копии. Если выбираем инкрементальный, у нас появляются некоторые средства автоматизации. Можно указать максимальную длину цепочки и максимальное количество хранимых полных копий. Соответственно, мы, допустим, здесь, если обозначим три, а здесь две, когда у нас делаются две цепочки, следующее задание будет создан к третьей цепочке уже полная резервная копия. Когда она завершится успешно, то, соответственно, первая цепочка будет удалена. Далее нам нужно выбрать, собственно, виртуальные среды, для которых будет выполняться эта операция. Мы можем выбрать как конкретный список виртуальных сред, так и сразу пул ресурсов или конкретный хвост. Мы выберем пул ресурсов, который мы, собственно, создали. Вот он, мерлеон. Добавим его сюда. Система предупреждает, что задание будет выполнено для всех виртуальных машин, принадлежащих этим объектам. Идем дальше. У нас настройки расписания, дата начала, дата первого запуска, график однократно, ежедневно, еженедельно. В общем, здесь, собственно, все довольно стандартное. Настраиваем как нам угодно и, собственно, создаем. Где нашу кнопочку создать? Ее что, не видно? Так, прошу прощения, я кнопку не вижу. Ужасное изображение. Ну вот, кнопка появилась. Мы, по всей видимости, вот здесь не указали, сколько раз повторять это еженедельно, каждую неделю. Во вторник и в четверг, например. Нажимаем кнопку создать. Все, команда отправлена. Задание создалось. Давайте посмотрим наш снапшот. Он успешно переехал. И, собственно, вот мы можем подключиться. Видим, я тут парочку файлов создал. Ну, это так. Вот. Но если нам не хочется ждать, ожидать следующего выполнения задания, мы можем его запустить принудительно прямо сейчас. Вот. Если мы зайдем, собственно, в это задание, мы справа увидим список выполненных заданий и их статус. Если одно из заданий, то есть, если одно из резервных копий выполнено неуспешно, мы видим здесь, что была ошибка. Вот. Собственно, базово по управлению виртуальными машинами созданию мы посмотрели. Давайте вернемся чуть-чуть на несколько уровней выше. Собственно, раздел инфраструктура. На нем отображаются объекты всей инфраструктуры. Инфраструктуры, простите. Так, например, в системе можно регистрировать много кластеров, посмотреть все хосты системы виртуализации, их статус, все виртуальные среды. То есть, если мы на уровне инфраструктуры, мы видим объекты вообще все. Вот. Ну и далее журналы, лицензии, правила доступа, резервные копии. Если мы проваливаемся дальше ниже по уровню иерархии, да, кластер, то, соответственно, у нас объекты фильтруются в соответствии с тем, что находится у нас на уровне этого кластера. Давайте посмотрим на настройки кластера, что здесь есть. Здесь есть настройки DRS, да, он у нас включен по умолчанию, и есть настройки overcommit для всего кластера. То есть, по памяти и по CPU. Но, тем не менее, мы можем опуститься на уровень хоста и обозначить, например, определенные там эксклюзивные настройки для конкретного хоста. Также по overcommit CPU, памяти, да, здесь немножко больше настроек, есть резерв памяти и CPU. Вот. Ну и есть классы трафика. Тоже такая фича, да, можно подключиться к хосту виртуализации по SSH. Мы делаем все для того, чтобы этого вам делать не пришлось, но, тем не менее, возможность такая и есть. Вот. Соответственно, на уровне хоста можно посмотреть его сетевые настройки, виртуальные сети, посмотреть, сколько виртуальных машин находится в той или иной виртуальной сети. Вот. Соответственно, список виртуальных сред, которые принадлежат этому хосту. И еще из интересного я покажу вам устройство. В системе существует, есть возможность проброса PCI-устройств внутрь виртуальной машины. Как это выглядит? Да, нам нужна виртуальная машина, какая-нибудь остановленная. Да, зайдем в ее настройки, в настройки ее оборудования. И здесь есть кнопочка добавить устройство, PCI-устройство. Вот. И, соответственно, здесь отображается список PCI-устройств хоста виртуализации, которые можно пробросить внутрь виртуальной машины. Это можно использовать для, например, проброса виртуальной функции сетевого адаптера, да, или, например, целиком графической картой, если вам это требуется. Так, наверное, про хосты и кластеры я рассказал. Давайте покажу еще систему хранения данных. То есть наши распределенные сториджи отображаются здесь. Можно управлять лицензиями сториджа отсюда. И, соответственно, можно посмотреть там информацию, текущую информацию по сториджу. Там метадаты сервера, чанк сервера, клиенты. В общем, некая такая информация по сториджу. Что еще хочется показать? Я сказал, что у нас есть DRS. Давайте попробуем найти в журналах какое-нибудь событие, связанное с DRS. Так, простите, трусь щекой. Слышно, да? Так. Простите, я не в той колонке ищу. Вот, перебалансировка кластера. И вот, соответственно, список заданий по перебалансировке кластера. Если мы их откроем, мы увидим, какие виртуальные машины были отмигрированы. Да? Вот. Ну, собственно, в системе это работает. Есть журнал, который называется «События аудита». Здесь мы собрали все, что нас попросили собрать безопасники. Данные журналы можно выгружать по Syslog. Да, там, для анализа специализированными системами. Вот. Так что это работает. Есть почтовые уведомления. Да, ну, на этом стенде не настроено. На этом, пожалуй, вот про серверную виртуализацию. Да, закончим. Перейдем к нашему VDI решению. Оно настраивается из того же интерфейса управления, из единого интерфейса управления, отдельный раздел Scalaer VRM. Здесь мы можем посмотреть список пулов рабочих столов, список всех рабочих столов, которые есть, их статусы. Также можем посмотреть журналы, само собой, и настроить безопасность. В частности, здесь также есть локальные пользователи, но в промышленной эксплуатации, конечно, их использовать нецелесообразно. Для этого есть служба каталогов. Это может быть Active Directory или OpenLTAP на текущий момент. Одна из наших тоже таких особенностей – это управление устройствами доступа. Покажу, как это работает. Соответственно, сценарий создания пула рабочих столов. Нам нужно подготовить шаблон виртуальной машины, в которой мы инсталируем необходимый софт, операционную систему и наш VDI-агент. После чего из этого делаем шаблон из этой виртуальной машины и далее можем использовать для создания пула виртуальных рабочих столов. Начинается все с пулов ресурсов, потому что каждый пул должен быть ограничен по ресурсам. Мы с вами уже создали здесь пул, который назвали Merlion. Давайте эту машину отсюда уберем. И если вы обратите внимание, вот здесь есть такая колонка, называется «Используется в ВРМ». К сожалению, вся не влазит. Да, означает, что этот пул задействован в каком-то пуле рабочих столов нашего VDI-решения. Переходим в раздел «Пулы рабочих столов». Нажимаем кнопочку «Создать». Собственно, два типа рабочих столов персонализированный и сессионный. Сессионный поинтересней. Он имеет наибольшую автоматизацию. Назовем так же Merlion. Не будем отступать. Описание нам никакое не нужно. Нам нужно задать маску именования. Давайте я выделю, чтобы было видно. С инкрементом. Для того, чтобы автоматически давать имена виртуальным машинам. Делаем два разряда. То есть до 99 машин нам такая маска подойдет. Выбираем пул ресурсов, который мы создали. И выбираем протокол доставки рабочего стола. Сейчас выберем RDP. Максимальное количество – это потолок рабочих столов. Я сейчас вам кое-что покажу. Целесообразно наберу. Много. 99. Минимальное количество рабочих столов – это то количество, которое будет поддерживать система вне зависимости от активности пользователей. То есть это то, что нужно развернуть сразу после создания этого пула. Мы, допустим, знаем, что у нас в этом отделе, не знаю, три человека. И есть такой параметр, как горячий резерв. Это количество рабочих столов, которые созданы, включены, готовы к подключению пользователя, но на пользователей не назначены. То есть если у нас три пользователя придут и займут минимальное количество, у нас система создаст еще, например, два. Чтобы если вдруг появился новый сотрудник, он сразу получил свой готовый рабочий стол и не ждал, пока он будет создан по его запросу. Тайм-аут неактивности пользователя позволяет нам указать, через сколько, после того момента, как пользователь перестал возить мышкой и нажимать на кнопки, нам нужно разорвать соединение с виртуальным рабочим столом, например, это будет пять минут. Тайм-аут сессии начинает отчитываться с момента отключения пользователя от виртуального рабочего стола. И когда, собственно, у нас проходит тайм-аут сессии, мы можем настроить автоматическое действие для этого рабочего стола. Мы можем этот рабочий стол либо выключить, тогда пользователь останется на него назначен. И в следующий раз, когда он будет подключаться, этот рабочий стол будет включен, и он сможет продолжить работу прямо в этом рабочем столе. Мы можем его удалить, то есть просто удаляем машину, а дальше наша автоматика, минимальное количество и горячий резерв восполнят недостающее количество рабочих столов. И перевод в горячий резерв позволяет отвязать пользователя от рабочего стола. Машина остается включенной, а когда приходит следующий пользователь, мы выдадим ему эту машину. То есть некая такая ротация между пользователями. Обязательно необходимо указать шаблон. Вот у нас тут есть MerlionTest, но он у нас на самом деле не готов для VDI. Можно посмотреть настройки этого шаблона. И необходимо выбрать, соответственно, группу пользователей. Наберем какую-нибудь VDI, кого-нибудь найдем. Вот VDI Users. Можем указать, чтобы пользователи были локальными администраторами внутри своих рабочих столов, либо, соответственно, пользователями. Можно указать org-unit для размещения, при добавлении в домен Active Directory, куда размещать машины, собственно, в какой организационный юнит. Нажимаем кнопочку создать. И нам система говорит, что на самом деле в пуле ресурсов-то недостаточно места. Мы указали 99 максимум рабочих столов, а в пуле ресурсов на такое количество места не хватит. Мы можем создать все-таки принудительно и пойти потом ручками поправить. А можем, собственно, исправить свою ошибку. Например, 5 указать. Тоже не хватает. Ну ладно. Я думаю, что это не страшно. И новый пул, который мы называли Merleon, вот он. Он создан. У него рабочих столов уже создается 3. Мы можем сразу перейти в список этих рабочих столов. Видим статус подготовка. Есть специализированный статус готов. Мы проводим довольно много предварительных операций перед тем, как убедиться, что рабочий стол действительно готов к подключению пользователя. Мы не можем позволить себе выдать пользователю рабочий стол, который на самом деле не готов. Поэтому вот такой статус с таким странным названием, который говорит, что все предварительные настройки были произведены, и пользователь может подключаться. Кроме этого, у нас есть режим обслуживания. Есть такой параметр недоступность. Пока у нас машины не станут готовыми, они доступными для пользователей не станут. Это давайте я вам покажу на каком-нибудь живом, собственно, пуле. Здесь, соответственно, отображается список пользователей, доступность, шаблон, актуальный или неактуальный. Мы можем сделать развертывание рабочего стола, то есть изменить настройки пула рабочих столов, указать там новый шаблон, допустим, изменился у нас список софта, и сделать мягкое переразвертывание. То есть когда пользователь будет отключаться от рабочего стола, мы будем его удалять, и когда тайм-аут сессии пройдет, вместо него будем создавать новые автоматики уже из нового шаблона. И чтобы показать администратору, где у него остались рабочие столы из старого шаблона, есть специализированный статус. Такая же история с агентом нашим. Вот, теперь я предлагаю, собственно, перейти уже к демонстрации того, как работает подключение виртуальный рабочий стол. И еще расскажу про устройство доступа. Так. Оп. Вот, виртуальная машина. Начнем с операционной системы Windows. Запускаем нашего клиента. Вот, собственно, клиент запустился, спросил логин, пароль. Производится вход, авторизация, и вот, собственно, список рабочих столов, пулов рабочих столов, куда пользователь имеет доступ. Вот вы видите, один из них, ну, он засерен, это значит, что он либо находится в режиме обслуживания, либо достигнуто максимальное количество этих рабочих столов. Максимальное количество рабочих столов в данном пуле. Ну, то есть пользователь туда подключиться не сможет. Вот, соответственно, рекомендация обратиться к администратору. Давайте произведем подключение. Пока готовится подключение. Ну, вот, запустилась RDP. Да, и мы, собственно, подключились в виртуальный рабочий стол Windows 10. Ну, для красоты здесь еще мой офис проинсталлирован. Так, не будем пока отключаться. Давайте посмотрим, что у нас в нашем интерфейсе управления. Что там можно на этот счет посмотреть. Если мы перейдем в диспетчеры подключений, мы увидим, что у нас один активный пользователь с одним активным подключением. То есть пользователь авторизовался в системе и подключился к одному рабочему столу. Мы можем подключаться к нескольким рабочим столам одновременно. Тогда здесь было бы больше. И можем посмотреть список этих активных подключений. Кроме этого, мы можем найти этого пользователя. Допустим, мы не знаем, в каком пуле он. Поэтому посмотрим общий список рабочих столов. И найдем здесь параметр подключения. Отфильтруем по активно. Вот, собственно, наш VDI User 04 подключен в рабочий стол Windows 10 Office 01, который принадлежит пулу рабочих столов вот такому вот. Можем пользователя принудительно отключить. И мы увидим, ну, соответственно, ошибку. Теперь про… Ожидаемо. Сработало. Теперь про устройство доступа. Наш клиент, VDI клиент, в процессе запуска собирает информацию о том устройстве, где он запущен. Формирует некий hardware ID, который отправляет в систему для авторизации. Список данных устройств доступа известных системе можно посмотреть вот здесь. Так, пользователь. Вот он, VDI User 04. Можем посмотреть на него. Вот информация о нем. Когда было последнее подключение. И, собственно, мы можем доступ запретить. Что это значит? Это значит, что с этого устройства никто подключиться к системе не сможет. И мы получили, соответственно, ошибку в клиенте. Также ожидаемо. Может быть настроена политика, которая позволяет подключаться с неизвестных устройств доступа. Тогда они будут вноситься в систему. Да, но пользователям автоматически будет доступ дан. Можно настроить запрет с неизвестных устройств доступа. Тогда пользователь при первой попытке подключения его устройства будет заведено в систему. И администратор сможет его разрешить. Такая вот функция безопасности. Ну, соответственно, если мы пробуем подключиться, снова получим такую же ошибку. Так, разрешим доступ. Хорошо, теперь про то, какие операционные системы мы поддерживаем. Кроме Windows, конечно, так как наш целевой рынок – это те, кому важны импорт и замещение, мы поддерживаем отечественные операционные системы. В текущей версии, которая на этом стенде, это Alt-Linux 7 и Alt-Linux 8. В октябре будет релиз версии, в которой будет поддержка Astro-Linux, простите, Special Edition и Common Edition, то есть и сертифицированной, и не сертифицированной версии. Вот, поэтому давайте посмотрим подключение из Alt-Linux 8 в Windows. Сценарий тоже вполне себе возможный. Когда у вас импорт и замещаться нужно, можно, но отказаться от винды вы не можете, потому что у вас весь софт используемый, он под винду. Поэтому виртуальные рабочие столы вы можете развернуть на винде, соответственно, а устройство доступа поставить защищенное на российской сертифицированной операционной системе. Соответственно, когда мы подключаемся из Linux в Windows, мы используем тоже протокол RDP, только в клиентской части используется FreeRDP. Ну и вот, собственно, наш рабочий стол, он отобразился. Ну и самое интересное, это когда у вас защищено все целиком и полностью, да, и вы там уже прошли этап такой постепенной миграции, и, собственно, у вас теперь и устройство доступа на Alt-Linux, и… так, мышку потерял. И устройство доступа на Alt-Linux, и виртуальный рабочий стол на Alt-Linux. Вот вы видели, здесь осталось соединение, и нас, собственно, разорвало из-за запрета. Так. Ну вот. Снова список рабочих столов. Производим подключение. Вы видите, на фоне начал запускаться протокол Rx. Это протокол, который мы используем в случае Linux-Linux. Вот. Ну и, собственно, вот мы в виртуальном рабочем столе Alt-Linux 8. Так. Наверное, я на этом свою демонстрацию закончу. Мне кажется, что я даже раньше положенного срока закончил. Поэтому мы с вами можем продуктивно пообщаться, обсудить какие-то вопросы. Есть конвертер. То есть цель, я так понимаю, виртуальные машины с VMware отмигрировать на пак Skala Air. В основе, то есть гипервизор, который на основе KVM-а сделан, есть конвертер, который, собственно, позволяет OVO-образ перевести в Q-Call и запускать. Но это как бы не онлайн-история. Это значит, что вы должны выгрузить его, конвертировать, запустить. Так. Что-нибудь еще? Давайте для солидности встану. Хороший вопрос. По части графических ускорителей мы сейчас не можем использовать преимущество NVIDIA Grid. Ну, есть у нас технические трудности по этой части. Мы можем использовать… То есть один к одному можно использовать. Одна графическая карта в один виртуальный рабочий стол. Ну, я показал PCI-устройство. Мы пробрасываем сырое PCI-устройство внутрь виртуальной машины. Там устанавливаем драйвера. У нас все работает. Вот. Но с NVIDIA Grid там ведь история не только про техническую совместимость. У них и лицензионная политика довольно жесткая. Да, и когда вы говорите про импортозамещение, вам нужно покупать подписку, без которой ваша графическая карта превращается в тыкву. Ну, это история такая, ну, под вопросом. Вот. По части AMD также у нас там работы ведутся. Тоже есть технические сложности. Поэтому на текущий момент разделять графическую карту между пользователями мы не можем. Да, это факт. Но можем пробрасывать один к одному. Сколько тогда рабочих столов делал чарпи-сервис? Это же не обязательно ускорение 3D? 2D ускорение на графической карте и так далее. Смотрите, про 2D ускорение. Ну, если мы говорим про… Скажем так, мы… У нас нет такого опыта огромного, да, и таких огромных ресурсов, как у VMware. Мы признаем, что мы… Мы не можем быть там совсем конкурентоспособными, и мы не утверждаем, что мы лучше них. Но наша задача, когда мы разрабатывали свой продукт, была сделать функционал, который необходим нашим заказчикам, без которого никак. Да, дальше будут появляться там какие-то бантики, какие-то фишечки. Вот графическое ускорение 2D, оно для чего нужно? Когда у вас там, не знаю, там какой-то air, да, там настроен внутри виртуального рабочего стола, или когда у вас какие-то там сапры, да, какие-то там кады, сапры. Вот. Собственно, кад, сапры – это уже вот либо проброс, да, это уже какая-то профессиональная работа. Вот. Что касается там вот 2D ускорения, ну, мы считаем, что мы проработать, а вот такие бантики, ну, нет. Да, видео смотреть можно, но всегда как бы нужно иметь в виду, что есть ограничения протокола, которые мы используем. У нас нет собственного протокола, да, как там у наших зарубежных коллег, скажем так. Поэтому мы, то есть ограничены тем, что имеют протоколы. Ну, вот в частности RX, да, там мы выбрали именно потому, что он умел пробрасывать смарт-карты. Да, на тот момент, когда мы выбирали протокол, там, например, Spice, по-моему, этого не умел. Ну, то есть мы принимали решение, принимаем решение, исходя из потребностей наших заказчиков. Да, конечно. Ну, смотрите, по части USB. RDP, конечно, можно, да, RX умеет пробрасывать принтеры, да, сырые USB устройства он пробрасывать не умеет, к сожалению. Вот это, это действительно его имяность. Токены умеет. Ну, то есть под токенами, говоря про смарт-карты, я говорю про токены, там, вот, сертификаты. Вот, так что, ну, у нас есть, так сказать, внедрение, да, есть опыт. Еще раз время есть, хочу рассказать про нагрузоустойчивость, да, которую нам удалось проверить. Один из наших заказчиков попросил нас симулировать подключение, там, в одну-две секунды 16 тысяч пользователей в нашу VDI-систему. Ну, так вот, протестировать наш брокер подключения VDI. Мы вызов приняли, так сказать. Заказчик любезно нам предоставил оборудование для этого теста. Мы разработали, там, ряд нагрузочных инструментов, который позволял нам с нагрузочных машин одновременно запускать много экземпляров нашего VDI-клиента, который проходит все этапы, которые проходит настоящий пользователь. То есть он производит авторизацию устройства доступа, он дальше производит авторизацию плагину пароля, он получает список рабочих столов, он отправляет запрос на подключение к рабочему столу. Дальше брокер готовит этот рабочий стол к подключению. Когда VDI-агент наш внутри рабочего стола отрапортовал, что к столу можно подключаться, он настроил сервер протокола с необходимыми параметрами, тот же проброс смарт-карт запрещать или разрешать. Тогда брокер отвечает обратно клиенту, передает тикет на подключение, что можно подключаться. И клиент уже запускает сам протокол доставки рабочего стола и подключается в рабочий стол. Если интересно, как это архитектурно, могу показать, слайдик есть. И мы такой тест провели. Нам удалось запустить 16 тысяч пользователей в систему, ну, может быть, не за секунду, но, может быть, за две. Они все ломанулись в систему, начали авторизовываться, подключаться. Нагрузку мы выдержали. Ни одного пользователя мы не потеряли. Последний пользователь, который получил свой рабочий стол, он его, ну, то есть он получил его там через пять с половиной минут. Да, ну, то есть мы выдержали нагрузку. При этом под системой управления нашей, ну, под управлением нашей системы управления, извините за тавтологию, было порядка 96, если я не ошибаюсь, хостов виртуализации. И, соответственно, вот эти 16 тысяч рабочих столов, плюс виртуальные машины, которые обеспечивают вот этот сервис, да, и плюс нагрузочные виртуальные машины. Ну, то есть такая довольно внушительная нагрузка. Больше мы, ну, то есть мы предела нашего не увидели, да, мы нагрузку выдержали, но желе закончилось. Поэтому большую нагрузку нам запустить не удалось. Вот. Так что, ну, мы в своем решении уверены в этом смысле. Смотрите, про уровни поддержки. Я, ну, вот, больше про это. Есть люди, которые за это отвечают. Да, с поддержкой у нас все хорошо. Мы выступаем единым окном для наших там заказчиков. У нас есть партнерская программа, есть бесплатное обучение для партнеров. Вот. Ну, там более детально, поэтому я по этой части предлагаю подойти к нашему стенду, где вот человек, который за это отвечает, сможет вам ответить, ну, вот, на все такие вопросы, чтобы я не был испорченным телефоном. Вот. Еще вопрос. Сессионные виртуальные машины, они создаются как отдельные экземпляры, или это полный имидж? В текущей версии это полные клоны виртуальных машин. В следующей версии мы, ну, то есть мы уже на самом деле делаем, да, в следующем релизе у нас будут линкет-клоны. Это линкет-клоны не такие, как у VMV. У них есть свои ограничения, но, тем не менее, использовать их в ряде случаев можно. Вот. Ну, соответственно, ну, то есть как это будет работать сейчас, рассказывать бессмысленно, но это действительно позволит там уменьшить требования к емкости хранения на software-defined storage. Поэтому, да, есть хорошие новости. Будут линкет-клоны. У нас на самом деле очень много планов по части развития. И мы там каждый релиз, релиз стараемся делать раз в три месяца, мы там какую-то новую функциональность привносим. Вот. Так у нас есть и в планах публикации терминальных серверов. Да, сейчас это подключение полноценное. Будут терминальные серверы. Да, когда-нибудь мы дойдем и до десктопа за сервис. Это тоже в планах. Но пока есть более насущные задачи, которые вот хотят, требуют наши заказчики, которые вот жизненно необходимы для работы. Вот. Такая история. Если интересно, могу показать слайд с тем, из чего VDI состоит. Да. Что-то я действительно очень быстро управился. Даже не ожидал. Ну, наверное, потому что у меня все сработало. Как дела с репликацией между площадками? Про… так, простите, не тот. Про репликацию между площадками. Сейчас мы работаем над созданием метрокластера. Есть у нас в планах также асинхронная репликация сторожа целиком. Да, но это пока только в планах. Метрокластер, надеемся, что в ближайшее время у нас будет. Ну, то есть мы его там тестируем, допиливаем уже там напильничком чуть-чуть. Вот. Ну, и там в ближайшее время он у нас появится, и мы открыто сможем всем заявить, что вот мы потестировали, мы теперь в этом уверены, это можно использовать. Ну, у нас… мы стараемся придерживаться подхода, когда мы все-таки сначала все проверяем, да, а потом доверяем этим пользоваться. Вот. По части, собственно, того, как наш VDI устроен. Функции брокера подключения исполняют у нас два компонента. Так, сейчас попробуем показать какой-нибудь указатель. Вот. Это, соответственно, диспетчеры подключений и брокер-менеджер. Диспетчер подключений занимается тем, что он терминирует на себе подключение пользователей. Да, он является входным окном для пользователей в систему. Он всегда стоит на границе. Да, пользователи никогда не имеют прямого доступа к хостам виртуализации или к инфраструктурным машинам. Им нужен доступ только к диспетчеру подключений. Далее брокер-менеджер. Он занимается, соответственно, авторизацией пользователя. В нем заложена вся логика по автоматизации жизненного цикла этих рабочих столов. Да, он занимается подготовкой виртуального рабочего стола к подключению пользователя. Мы используем в качестве конфигурационной базы данных Postgres SQL. Это может быть либо бесплатный Postgres SQL, либо также отечественный сертифицированный Postgres Pro. В качестве, соответственно, LDAP-каталога это может быть либо Microsoft AD, либо OpenLDAP. Скаллайер-управление, система управления виртуализацией здесь представлена единым блоком, но на самом деле там тоже минимум три машины, все отказоустойчивое. При этом нагрузка между брокер-менеджерами и между экземплярами скаллайер-управления она, соответственно, распределяется, что позволяет нам масштабироваться. Мы можем масштабироваться как горизонтально, выделяя больше ресурсов этим инфраструктурным машинам, так и вертикально, собственно, добавляя эти машины по количеству. Если у вас тысячи пользователей, ну там на 16 тысячах, если я не ошибаюсь, у нас было пять брокер-менеджеров, потому что очень много было пользователей, их надо было быстренько авторизовывать и обслуживать. Так, съехал, простите, агент скаллайер-управления, он находится у нас на хосте виртуализации, через него мы транслируем команду гипервизору, а внутри виртуального рабочего стола у нас сидит VDI-агент, который занимается настройкой сервера протокола доставки рабочего стола и может получать от бэкэнда какие-то команды, не знаю, по отключению пользователя, например. Вот, примерно так это работает. На устройстве доступа, соответственно, стоит наш VDI-клиент. Сначала идет трафик управляющий, через который идет авторизация устройств, авторизация пользователя, обмен данными. Когда уже пользователь получил тикет на подключение к рабочему столу, строится туннель к диспетчеру подключений. В этом туннеле запускается протокол доставки рабочего стола и диспетчер подключений выступает таким прокси, который этот трафик перенаправляет в конкретный виртуальный рабочий стол. То есть прямого доступа пользователь к виртуальному рабочему столу не имеет. Вот примерно вот так это работает. Еще вопросы? Не стесняйтесь, давайте я что-нибудь еще расскажу. H-A вы имеете в виду, да? Антон, давай через микрофон. Виртуальный коммутатор. Виртуального коммутатора на текущий момент нет. Он у нас есть в планах. Что можно делать с сетью? Можно на уровне кластера настраивать виланы. То есть мы на уровне кластера настраиваем вилан. Дальше на всех хостах у нас автоматически настраиваются бриджи, которые позволяют нам этот вилан использовать. Но предварительно на коммутаторах инженер должен ручками этот вилан завести. Есть у нас в планах управления сетью виртуальный коммутатор. Это тоже то, что требуют все. Это один из тех насущных вопросов, перед которым мы стоим. Как ни удивительно, каждый раз, когда мы делаем какую-то крутую функциональность и приходим к заказчику снова и говорим, ну вот смотрите, мы наконец это сделали. Они говорят, а где у вас вот это? Ну и зачастую, конечно, сталкиваемся с тем, что нам выдвигают требования из листа функциональности коллег зарубежных. Ну это, собственно, ожидаемо. Каждый пользователь хочет получить максимум за минимум. По поводу ECHE, я боюсь, что я на этом стенде продемонстрировать не смогу. У меня нет IPMI доступа. То есть тоже есть такое. Возможно, мы такое реализуем через систему управления, подавать какие-то команды через IPMI напрямую в хост. Но если я сейчас подключусь по SSH к хосту и задам команду через консоль Linux, то гипервизор поймет, что его обманывает, и он в виртуальной машине не отмигрирует. Ну это то, что действительно пробовали. По части тоже тут вот коллеги до меня говорили, что вот так нас можно попробовать, вот так вот пишите заявки. У нас есть, в частности, вот этот стенд удаленный для удаленного доступа. Мы можем предоставить к нему доступ, можно будет потыкать кнопки, понажимать. Кроме этого, у нас есть разъездные стенды, которые ездят к нашим заказчикам. Каждый стенд — это четыре хоста виртуализации, как минимум один коммутатор. Мы привозим это оборудование заказчику, согласуем с ними программу-методику испытаний и проводим испытания, в том числе по отказу устойчивости, по нагрузу устойчивости можем проводить, если есть такие требования. И по функциональным возможностям. Поэтому такие разъездные стенды есть, но на них очередь. Так что если… Сколько сейчас в VDI? VDI именно. Или вообще? Так, такого слайда у меня, наверное, нет. Внутри компании вообще не используют? Нет, пока внутри компании мы не используем, пытаемся продавить. Но наши инженеры, то есть те, которые за IT-обеспечение нашей компании отвечают, они пока сопротивляются. Ну как… Перед ними не стоит задача импортозамещения, поэтому они от этого отнекиваются, пытаются. Что касается внедрений. Внедрений довольно много. Мы с 2014 года собираем Скалу-Эр. У нас есть инсталляции в администрации города. У нас есть инсталляции в администрации области. Есть в судостроительном заводе инсталляция. Есть несколько инсталляций в университетах. Любимый наш заказчик… В общем, был там большой проект в ФНСе. Там туда было поставлено более 200 хостов виртуализации. Они были объединены в кластера по 10 хостов. Вот. По-моему, так. Ну то есть на самом деле… Не знаю. В общем, внедрений есть, внедрений много. Вот. Ну и я вам не скажу, что у нас разрывается телефон технической поддержки. Система работает. Заказчик пользуется. Мы даже иногда спрашиваем, вы там как, у вас все хорошо? Вы почему к нам не обращаетесь? Они говорят, да и что, работает, что к вам обращаться? Вот. Так что… Ну то есть на самом деле решение уже опробированное. Хороший вопрос с заковыркой. Да. Что касается обновления гипервизора. Тоже мы себе задачу такую интересную поставили. Сделать централизованное управление из ГУИ, чтобы это было там бесшовно и с минимумом, так сказать, трудозатрат. На текущий момент обновление гипервизора, операционной системы гипервизора. Делается через SSH консоль, да, но это может сделать наш инженер удаленно. Это не страшно. Вот. Что касается обновления системы управления и VDI, это примерно прерывание сервиса, ну, минуты на три. Ну, на пять. Ладно. То есть конфиги у вас все настроены, вы там запускаете переустановку из новых исходных кодов, и, собственно, пока этот процесс переустановки идет, сервис недоступен. Ну, в окно очень маленькое. Нужно проверять. Нет, мы, к сожалению, не проверяли. Ну, а? Нет, боюсь, нет. Да, да, это да. Вот. Что касается тестирования на нашей гиперконвергентной платформе какого-то там ПО, да, особенно отечественного, тут, конечно, у нас там список большой, послужной, и тестируем мы много чего. По части 1С могу сказать, что проводили тесты полностью на, в общем, full stack отечественный был. То есть 1С был развернут на отечественной операционной системе, в качестве СУБД использовался Postgres Pro, и все это было в виртуальных машинах на скале. Нет, все работало. Проводили нагрузочные тесты, да, там, ну, примерно до тысячи активных пользователей это все работает вообще прям булочка. Дальше начинаем упираться в то, как работает СУБД в виртуальной инфраструктуре. Вот. Если подкрутить правильные гайки в Postgres, то можно добиться результата там, ну, до двух тысяч активных пользователей, одновременно активных. Вот. Ну, то есть это был нагрузочный тест такой, коллеги провели. Так что, да, с этим все хорошо. Много чего проверяли. Ну, это как бы виртуальная инфраструктура. Тут виртуальную машину создал, проинсталлировал ПО, и все работает. Еще хочу, раз заговорили вот про такое дело, рассказать про наших партнеров. У нас подписано партнерское соглашение с компанией Код Безопасности и Касперский для виртуальных сред. Собственно, мы им транслировали наши API, нашего продукта Skala Air управления, и они в своих решениях его используют. В частности, когда вы будете проводить инсталляцию Касперского для виртуальных сред, ну, начиная с определенной версии, в инсталляторе у вас спросят, куда мы будем устанавливаться, и будет выбор, VMV или Skala Air. Что касается V-Gate, собственно, мы им передаем свою API и каждую версию, которую мы выпускаем. V-Gate — это средство от несанкционированного доступа, и он, собственно, встает в промежуток между графическим интерфейсом администратора и API нашей системы управления. Вот эти вот сторонние средства, уважаемых коллег, с которыми мы партнеримся, позволяют нам проводить аттестации ГИСов по самым высоким классам защиты. У нас есть отдел безопасности, который этим занимается, который прорабатывает эти решения. Ну и, собственно, мы, конечно, когда реализуем свой продукт, в частности, про журналы я вам рассказал, они нам всегда говорят, делай так, а не вот так, потому что вот так правильно, а так неправильно. Вот. Так что по части там аттестации все хорошо. Ну, собственно, конечно, все зависит от того, какие требования у заказчика по этой части, да, и в связи с этим мы уже дальше маппим их требования на те или иные продукты, чем закрывается, и тогда понятно, там, нужен нам V-Gate, не нужен, нужен нам там Касперский, не нужен. Ну, конечно, обычно он нужен. Вот. Так. 46. Простите. Все. Я за тайминг свой вышел. Должен был вещать. А, я крайний. Ну, в общем, если есть еще вопросы… Хорошо. Ну, тогда, если интересно, там, узнать какие-то подробности по партнерской программе, да, там, по сотрудничеству с нами. Прошу на наш стенд. Будем ждать. Вот. И, соответственно, пообщаемся.